Итак, друзья, я вас всех приветствую, с вами Слэм, это Старладер ТВ, друзья, и мы смотрим с вами Asus Cup Spring, Asus Spring Cup Open, финалы, финалы Asus Spring Cup, сейчас будет полуфинал играться, Экспресс против команды Майнд, они уже на сервере, как мы видим, я жму кнопочку готов, потому что ребята здесь уже дождались, дождались, Экспрессы будут начинать в атаке, в защите будут начинать Майнд, первая карта ВВГ, вторая, как я понял, будет картой Люкс, Написать еще раз, гоу, гоу, ну что, я готов, я готов, ждем игроков, пока что пробежимся, наверное, мы быстро опять-таки по репортажу, параллельно я буду засчитывать опять же ваши комментарии, смотреть их на Твиче, черный экран, пардон, вновь он убирается, вновь он появляется, и давайте посмотрим, Эх, путь команды Майнд был нелегкий, выход с группы с первого места, сыграли три игры, выиграли две, шесть очков, в общем, набрали, со второго вышла другая команда, приколы, 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 везде свои приколы, друзья, Экспрессы же попали в стыковые матчи и обыграли команду GZ Pro, сегодня параллельно матчу The против Matt, счет был 2-0 по картам, очень было все быстро, Очень было все быстро, надо написать гоу, пока ребята тут не начали обсуждать, кто что делал вчера вечером, ну и после этого матча нас, конечно же, будет ожидать финал, параллельно стартует второй полуфинал, а Вов против команды, Вов против команды Matt, и там я ставлю, конечно же, на Вов, но я думаю, что финал будет такой, Азербайджан против России, это будет классика жанра, но, может быть, и Россия с Россией побьются, вообще, на кону, друзья, на кону, друзья, Сейчас, вот те команды, которые попали в полуфиналы, они уже между собой делят призовой фонд, напомню, что распределение призового фонда такое, Четвертое место 5000 рублей, третье 15 тысяч рублей, второе место 25 тысяч рублей, первое место 40 тысяч рублей, ну и у нас начало бойни, Первая карта, Mind против Express, пожелаем ребятам удачи, и будем радоваться, наверное, сейчас красивому поинт-бланку, нет, поинт-бланк сегодня будет красивый по-любому, Мы на такую стадию чемпионата прямо попадаем, да, 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 у нас не было трансляции с основного, там, с основного, с основного группового этапа, Только второй смогли захватить, опять же, за плотность, но здесь мы покажем все самое зрелищное, интересное, Еще вот несколько видеоматериалов было утеряно бесследно в интернетах, так что это нехорошо, Но ничего страшного, вот видеоматериал третьего группового этапа появится сегодня, а также появятся сегодня все записи финалов, Все это можно будет найти, наверное, в группе, в группе в паблике SL4M и спортскомментатор, И также это можно будет раздобыть на сайте starludertvpb.starluder.tv На второй сезон, в принципе, у нас в Старладере ничего не меняется, друзья, что я хотел сказать по поводу именно самого ПБ, То есть будет аматорская серия, 7-про и про серия, конечно же, фасткапы, викиндкапы и все такое, Ну и, может быть, потом будет система общего зачета. Так, здесь, как видим, что? Экспресс, ну вот здесь уже ВВГ становится интересным, Здесь уже, друзья, уровень, эти команды будут участвовать в стар серии Старладера, И сейчас они делятся между собой, выход, выход в финал. Энг, игра улица вместе со стейром, ну состав Экспресс всем знакомый, Это стабильная пятерка Энгстейр, Аква, Мэдук, Фрид, состав Майнд, Хитай, Джонни, Скеллзе, Ван и Грей, Ну, команда, которая должна была поехать на лан-финал, она не оказалась там, Энг, минус Иван, пока что прорыв есть, бетон снесли, выход, в плент, в принципе, блокируется пробросом, Чек двойки, там, Китач, ну, ловко стрейфится, но ловит все равно в голову от Мэдука, Идет проход на два от Мэдука, наверное, выйдет в пуш, Энг закрепляет, С преимущества для своей команды, еще одним минусом, ну и последний фраг от Мэдука, А вот Джонни там разошелся на ураз, гранату убрал двух в пленте, но, Но не получилось, не заехало, 1-0 в пользу Экспресса. Сейчас будет, наверное, отбивание от миндов, вот здесь вот точно будет, скорее всего, 3 карты, Просто я помню Экспрессов еще по финалам про-серии, да, кто не помнит, Они играли в финале с командой из Азербайджана ВОВ, где, в принципе, ВОВ оказались, ну, более стойкие, Просто я считаю, что Экспресс на тот финал были вымыты, но уставшие, Потому что проявили такой прям путь по сетке. ВОВ, в принципе, тоже, но у ВОВ там еще, у ВОВ был одном преимуществе, У них нескольких человек вообще славно играл, насколько я помню, если не ошибаюсь, Но они были из разных клубов, ну, как бы, звеньями, если играли, то все, Ну, поэтому, в принципе, выиграли, то есть поток информационный с партнером всегда был. В ПБ, кстати, парная игра на минимуме присутствует, это радует, Здесь в основном либо экшн сразу, либо жесткий-жесткий холк. Ну что, здесь опять попытка сыграть, ну, повторить раунд, повторить успех раунда, Ну, посмотрим, как Энкс играет. Начиналось все с него, и здесь проход улицы. Ага, он, походу, видел сейчас игрока с ширмы. Согнал, The One Plant, Энк, ну, Тэшка не открылась, Энк тоже не открылся, Тэшка не может выйти без Энка. Влетает пока что граната. The One под бетоном, готов сейчас будет уже собирать. Вообще, позиция вот эта вот в защите очень-очень удобная. Так, Стеера согнал. Ну, пока не до контакта, под давлением держат. Что-то здесь у нас с Мэдбуком осталось в Тэшке. The One минус Стеер, Мэдбук по-прежнему стоит, но он не висит. Вот это самое интересное. Если бы он повис, было бы что-то другое. Здесь, как видим, расклады такие. Тэшка двое. Ну что, выход на Альфу продолжается пока что потихонечку. Фрит. Ну, вот Мэдбук, по-моему, так еще... Нет, ожили, ожили здесь Экспресси, но по одному пока что отдались. Ну, Аква плюс Мэдбук против пятерых пунктов. Первый раунд, я считаю, здесь просто в нашару прибежали Экспресси. Почему-то потому, что просто минуты безалаберно сыграли на Альфе. Ну, дело все в том, что хелпасс играла, которая пришла очень-очень грамотно. А вот парни в планте не справились. Это касается Звана, который, в принципе, в этом раунде тоже в погибели. Пытаются Экспресс тащить. Влетает к ним граната, никого не убивает. Полетела вторая. Врыв под гранату от Грея. Чек-планта, плент пустой. Знает, что Тэшка плюс улица есть. Попытка нагреть Мэдука. Уход. Но то, что Грей сейчас сыграл технично на шуме, было нормально. Аква миндзжонни! Это уже 2-2, друзья. Агрессивная ситуация на планте складывается. Менды могут сейчас взять, но может получиться по-разному. Заходит здесь в спину Скэл. Стреляет по первому, по второму. Ой-ой-ой, один на один против Аква. Уходит за зеленый ящик. Странно, странно, странно очень играет. Видит Акву. Это был прыжок. Ну, пули-то кончаются. Они не вечные. Аква здесь держит под давлением. Тема вся в том, что Дефьюз здесь просто не поможет Скалу. Выходит Аква и добивает. Лол, 2-0. Вот это уже был уровень. Как-никак. Как-никак это уже был уровень. И с этим не поспоришь, друзья. Разворачивается. Развернулось-то все. Да, минды держали просто 4 в 2. Вот вам и поинт-бланк. Экспресс взяли. Повернули ситуацию. Но это опять же все из-за того, что минды как-то безинформационно разыграли. Выход сейчас будет минус от Грея. Вот я хотел на Грея включить. Ай-яй-яй. Ну, вот видите, до Грея нужно 20 раз кликнуть. Если когда-нибудь разработчики доработают, делают какой-нибудь специальный бродкаст-мод, то будет все круто. Так. Ну что. Энг, Аква, выход винт. Медук ждет врывов-тэшку. Врывов-тэшку нету. Хитач у нас в аркаде. Ну, винт он уже, в принципе, пропустил. Ему можно было выходить. Он должен был слышать, на самом-то деле, игроков. Но, может, он просто попозже чуть-чуть подошел. Ну, вот ворвался в спину. И вот здесь Энг сразу закрыл. 4 в 4. Прорыв медла. 3-4 хп. Энг. Выход пустая. Пустая бета. Пока что стейр улица. Замыкает дырку. Ну да, создается давление на А по-прежнему экспрессами. Но у них есть запасной план. Это план Б. Аква плюс Энг. Видите, они ждут под альфой до последнего. Играют с Зуаном. Но минды, по-моему, начали чухать вообще, что происходит. Потому что атаки на А уже нету. По таймингу должны были выходить более-менее жестко. Пошли перетяжки. Бонусом является у миндов вот этот вот парень. Он же Джонни. Но пока он не особо, конечно, хорошо себя здесь показал. Ну, ворвался в Тэшку. Давайте посмотрим, что будет. Он сейчас должен пройти в Тэшку и дать минус 2. Тут есть Медук. Минус Медук. Все. Тэшка. Игра с улицы. Энг. Фраг дает на бете. Минус стэйр по улице. И 2 в 2. Джонни с Иваном против Аквы. Энг. И против бомбы. Энг. 3-4 хп. Ну, тут, конечно, не побалуешься с 34 хп. Поэтому он занимает позицию на дому. И Аква тоже. Лол. Они будут оба с дома разыгрывать? Аква здесь сейчас попытается по звуку дать. Ну, здесь гранаты полетели также в плент. Чек бетона. Под бетоном никого. Выход мидл. Сейчас здесь грамотно сыграют. Просмотрят практически все. Надо бы далее увидеть. Дым есть. Дефьюз от Джонни. Сразу он не стал этого делать. Энг в итоге. Ой-ой-ой. Джонни. Дефьюз бомбы. Давай-давай. И бомба деактивирована, друзья. 2-1. 2-1. Вот так. Посмотрите, как технично мин сыграли. Фишка была просто в том, что Джонни не стал сразу с дыма дефить. Да, он кинул дым. Обошел плент. Прочекал. Его тиммейт ворвался в дом. Стал стреляться. Они отвлеклись на него. А Джонни начал дефьюзить под этот весь шумок. Как бы, ну, думаю, было столько много, что, ну, граната просто успела разойтись как надо. Как настоящий просто ямайский рестаман. И по дефьюзеру было попасть уже просто нереально. Ну, конечно, там дымом коцело Джонни, но игрок, опять же, с дома не попал. Вот так вот Майнд отыграли одно очко. Ну, впереди еще серия тяжелых раундов. Я думаю, будет жестко. Аква начекивает центр пока. Посмотрел. Экспрессы готовят опять изначально Альфу. Пытаются там сыграть на контакт. Сейчас будет выход мост. Джонни контрит на этот раз дома. Вот то, что по мосту нет инфе, это плохо. Читака. Читака. Читака у защиты нету. Атаки тоже нету. То есть на 5 аугов играют. Странно, что все ушли в штурмовое нападение. Это может сработать не очень хорошо. Так, пока что тут прострелы. На Альфе улица. Стеер, Фрид, Мэдук. Да, все, начали на стейра уже впихивать. Хотя у стейра вроде как нет. Аук, аук, аук. Вот тут нужен читак. По-любому. Фриды на коцеле. Минус стейр на улице. Не дали уйти за мусорку. Мэдук не вышел с тэшки. Но аркады на него не было. Но минды сделали укрепление на улице, по-моему. Ну да, все, там уже баланс дан. Да, два прошло на Б. Но там есть Джонни. И Джонни, скорее всего, сейчас просто здесь поймет. Поймет, в чем дело. Вообще, надо посмотреть, как разыграют Аквенг. Не, Аквенг по той же схеме, что и в прошлом раунде действует. То есть они очень медленно проходят в плент. Один проходит бетон, чтобы отрезать перемычку. Но Джонни сейчас может просто выйти. Ох! И вот здесь вот сюрпризы начинаются. Выходит на игрока атаки. Перестрелка. Хедшот против Фак. Выстрельба от Хитача. Ну, на Доли там очень уверенно отстреливают. Аквенг, и, по-моему, это все. По-моему, это все. Остался Мэддут последний. Но он на винте, как видим, тоже. Разгуляться особенно он не сможет. Это 2-2. Это 2-2. Но вот если бы тот раунд не отдали, то может быть. Может быть. Была бы какая-то жесткая интрига. Мэддук в рейфы. Ох, пострадал. Скейл минус Мэддук. Все окей. 2-2. Ну, разменялись. Это неплохо. Это хорошо. Все-таки экономической части в игре нету, поэтому... Все, думаю, будет нормально. Особо сильно одному минусу не расстроиться. Ребята, пока посмотрим на стратегию. Вернее, на расстановку сил. Потому что здесь экспрессом надо что-то менять. Но они, видимо... Нет, они консервативно подходят к процессу. Очень консервативно. Как бы даже не парятся. Мэдук минус Грей. Аква. Джонни. Стеер. Как видим, уже прошел сейчас под бету. Минды в меньшинстве. Первые два фрага были. Зеван тут вообще завтыкал что-то за этим ящиком в тэшке. Ну, раздуплился достаточно быстро. Хитач минус Энг. Мэдук контрит аркаду в тэшку. Ее нету. Смотрим, что делает атака. Заняли опять точку Б. Аква плюс Стеер. Зашли с плитом. С медлом. Ой-ой-ой. Осталось только сыграть против перемычки, уверенно. Ну, там пошла стяжка. А вдобавок ко всему еще Мэдук остается на винте. То есть Мэдук здесь может как мидл отрезать, так подняться, зайти в спину и убрать вот эту стяжку. Но сейчас уже убирать поздно. Пойдет по мидлу. Нет, все равно идет винт. Будет запирать спину. Заван в этот момент обходит даль. Человек бетона, никого под бетоном нету. Стреляется сразу с ним, ставит хэдшот вообще без шансов. Китач заходит и попытается по информации сейчас разменять. Но здесь уже это бесцельный размен на самом деле. Один в два. Тут ситуация совсем не та, которая требуется для того, чтобы показать уверенный раунд. Позиции он не знает. Ну и Аква добивает просто напоследок. Три-два. Раунд. За экспресс. Ну и более-менее все пока что складывается у этих ребят. Раунд привеса, конечно, за ними присутствует. Но это не особо. Не особо много. Но они, видимо, здесь хотят... Вот я думаю, что экспрессы хотят здесь дефолт взять. Также интересный факт, друзья, то, что экспресс... Экспресс в групповом этапе обыграли миндов на карте ВВГ. А? 10-4. Говорит мне Леша. И... Ну это был такой разгромный счет, действительно. Но может быть здесь минды как-то планировали сыграть по-другому. Пока у них очень уверенно. Но с другой стороны, обыграть обыграли хорошо. Но минды та команда, которая умеет делать правильные выводы. И если были сделаны какие-то выводы, то они без сомнения правильные. И здесь пока процесс позволяет им, в принципе, разыгрывать более-менее ровно в защите. Но мне кажется, что они где-то в шаге от того, чтобы начать погибать. Почему? Ну потому что неуверенные ведут себя в защите. Вот дефенса Аплента здесь оставляет желать лучшего поначалу. Ну вот отдачи Тэшки какие-то непонятные. Сейчас-то, конечно, понятно. Вот в этом раунде все более-менее ровно получилось. Сыграли, скажем так, ну в дефолтный размер. Позволили сопернику идти на Б. У Держафа полностью. Теперь будет выбивание. Ну Джонни сейчас даст инфу. Все, пошли на выбивание. Бомба ставится. Все, фугас. И Грей побежал. Ну Грей будет ждать здесь в стейр. Посмотрим, как сыграет на него. Потому что сейчас будет куш. Вот если бы у стейра сейчас был читак, было бы здорово просто. Первый, второй, третий. Грей. Стрельба. Ну очень-очень жестко. 2 хп. Фрид минус Грей. Читак. Есть. Но читак должен был быть с бетона. Но то, что Фрид в доме с читаком, это, конечно, плохой момент. Убивает девайса. С читаком можно будет спокойно расправиться. Ну вот, пожалуйста. Минус 2. Зе ван. Даль. И врыв, конечно же, безупречный от Джонни. Это 3-3. Учится на своих ошибках минды. Сразу видно. Жалко, конечно, что я игру группового этапа не видел. Да и вы тоже. Есть в этом печальные расклады. Но буду надеяться, что все окей. Сложится. А то мало ли. Мало ли что. Но миндам, конечно, первую карту надо брать обязательно. Если не возьмут, то будет уже тяжелее. Вдруг расстроятся. Ну что, давайте смотреть. Грей, чек улицы. Энг, стейр. Стейр, стяжечка. Медук, тэшка. Фрид по центру чека. Этаква проходит в этот момент на мост. Вернее, он даже не проходит. Он чекает. На нем просто здесь две позиции. Это мост и мидл. И вот сейчас он уже, по-моему, знает, что на мидле есть от защиты. Не вовремя он отвернулся, конечно. Сейчас, чтобы посмотреть на мост. В итоге хитач за Аркадий. Лубил за Ван. Энг. Попытка убить улицу. Энг. Второй хедшот. Эр, хедшот. Хитач минус Медук на отрезке. 3 в 2 в меньшинстве. Майнд. Фрид сразу чекает врыв в тэшку. Закрыл, 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 посмотрел. Никого не нашел. Дал он, фу. И уход на бету быстрый достаточно. Понимает, что Альфу здесь ставить вообще бесперспективно. Майнд, потому что будет аркадить до Альфа до упора. И лучше поставить на бету быстрее. Но тут хитач уже догнал, что происходит. Будет врываться в спину, где у нас скейл находится. Ой-ой-ой. Вот че так и сработал. Ну и скал здесь 1 в 3. Не самый, конечно, оптимистичный для него вариант. Играть так. Ну зато минус 1 дает. Ну вот на минус 2 попытка выхода. Стеер, 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 Стеер уходит от скейла. Но скала боятся, потому что... Они не знают, во-первых, сколько у него хп и как он играет. Сейчас будет попытка убить Фрида. Фрид умирает. И Стеер 1 на 1. Ой-ой-ой-ой-ой. Стеер врыв. Эээ, скал! 12 хп! 1 в 3 проход по мосту и берет бомбу. Вот это лол. Бомба деактивирована. Вот, посмотрите, что пишет Аква. Доидите вы! Ну да, после такого просто доидите вы. Здесь ничего уже не сказать. Это, конечно, было что надо. Это было что надо. Прямо продемонстрировал сейчас собственный уровень нам. Вот может мы специально экспрессом проиграли. Понимая, что, скорее всего, все-таки получатся такие. Для них удобные. Ну да, ладно. 4-3. Предпоследний раунд первой половины. Минды теперь уже... Вот теперь уже начинают играть в преимуществе. Посмотрите, напоследок. Но экспрессом надо все-таки брать четвертое очко. Либо попытаться вытащить еще два. Может даже возьмут пять. Но если сыграют 5-4, то это бонус. Для них по счету на один раунд. Но не факт, как вторая половина сложится. То есть не факт, что они возьмут. Пока тусуются с аугами. Фридстейр Энг. Улица Фрид. Ну давайте смотреть. Интересный момент позревает уже на... Зеван. Вот в прошлый раз, когда Зеван вот так вот выходил из плунта в прыжке, получил джбан. Здесь Энг, в принципе, по-моему, готов повторить этот успех. И закрепить его. Хотя нет. Зеван вовремя выходит с бетона минус Энг. Видел второго игрока. Ка на реладе! На Фриде! Фаззум! Щитака! Фраг! 3-3! Грей. Спрятался. Грей, кстати, могли сейчас прострелить. Да, видимо, вот здесь сразу начинают простреливать. Нашивать. Он пригнулся. Джонни. Попытка убить Аква. Аква умирает. Фрид контрит. И это 4-4. Ну, ключевой раунд все-таки будут делить между собой. В этой половине команды. Ну, 5-4 это... Не фривин, конечно же, но... Что-то хорошее. Прострел через ширму. Минус Грей от Энга. Здорово. Хорошо начинает. Там был поджим улицы. Заходил Зеван, убежал. Пошел снова. Ушел от гранаты. Но он будет сейчас там пытаться просто сыграть агрессивно. После такого фрага, конечно, Тенк, наверное, немножко удивился. Вот Зеван сейчас играет на ура. Посмотрите. Он заходит на улицу. Дает информацию, что никого нет. Учекает ноги. Ног нет. Учекает право. Никого не видит. Стрельба. Стрельба. Читак на щитах. Стрельба. Перестреливает. 5 в 3. По-прежнему выжидание альфы. Неловкое выжидание альфы, я бы сказал. Здесь. Скелл прыжок. Попытка выхода. Пош. Винт. Минус 2. Скелл запирает. Минды разворачивают ситуацию. 3 в 2. Экспресс остается в меньшинстве. Вот имели преимущество. Имели преимущество. Но Аркада на винт решила сейчас все за Скелл. Я, кстати, даже неуждал, что он убьет. Я думал, здесь будет просто... Знаете, серия фрагов от Экспресс. Банальных. Простых. Поставят бомбу. Добьют стяжку. Ну, вот теперь Фридсом Дуком в раздумьях. В раздумьях, как разыграть. Но шансы есть. 2 в 3. Это не конец света. 2 в 3. Это, в принципе, обычная игровая ситуация. Неприятная, конечно. Да, играют в меньшинстве. Но, может быть, получится. Фрид. Чекулицу. Энг. Как ты слил? Непонятно. Общение идет сейчас с Экспрессов интересное. В голову сразу чмокнул меня, написал Энг. Вот так он вежливо отзывается о соперниках. Ничего пошлого. Просто юмор от Энга. Сам говорил, чекать надо. Сейчас Меду как кипяпить идет еще. Да, но там, конечно, никто не ожидал от Скала, что он так разыграет на винте. Вот тут это обсуждают сейчас активные игроки команды Экспресс в чате. Но мы смотрим, что происходит. Ставится бомба Маддуком на прикрытие Фрид. Это, конечно, хорошо, что есть читак. Вот в такой ситуации, чтобы подстреливать, это ровно. Но, как видим, Хитач здесь просто проскользнул. Просащился через эти расклады. Скел погибает от Маддука. Ну что, будет минус 2. Хитач 79, Маддук. Нужно в риф от Джонни. Джонни заходит. 79 кп. Читак. Читак. Где же у нас читак стоит? Читак выходит. Фрид. Чек. Джонни минус Маддук. И игра одного читака. Ну, Фрид, конечно, здесь не мобилен. И сразу ловит просто каску от Джонни. Но это 5-4, друзья. Это 5-4 в пользу команды Mind. Больше здесь добавить пока что нечего. Ну, мы выходим, конечно же, в лобби игры. И будем ждать второй половины и смены сторон. Надо раздавить бомбу. Все хорошо. Ну, первая половина все-таки в пользу защиты. Сыграли балансно. Поэтому сложно предугадать, что будет во втором периоде этого матча. Они могут разыграть так же. Они могут разыграть лучше. Они могут сыграть хуже. Они могут вообще не сыграть. Ну что, здесь все готовы к бою. Наверное, поедем. Я тоже нажал кнопочку готов. Понеслась. Нет, отменил отчет. Ждем Грея. Пока что почитаю, что происходит у нас в чате. Вот у меня твич закрылся. Сейчас я снова его открою. Посмотрю, что вы писали в чате здесь. Пока не началась встреча. И тут у нас еще только раунда заканчивается. Да, ну тут идет обсуждение. Аук тащит в большинстве. Аук вообще тащит. Аук это хороший девайс. Такой плавный. Грамотный. Но играть с ним тоже надо уметь. Так что... Не надейтесь с него давить. Прям так сразу. Ну что, 5-4. Первая половина. В пользу команды Mind. Как видим, экспрессы сейчас будут пытаться разыгрывать у нас раунд. За раундом в свою пользу. Скорее всего. Но защиту надо здесь, конечно, забирать. Ну и напомню, что экспресса обыгрывали на ВВГ. Команду Mind в группе. Но Минды выводы делают. Но Минды это одна из команд высокого уровня. Вообще можно выделить пока что где-то 5-6 команд в ПБ, на которых реально стоит равняться. То есть это, несомненно, Роксы, The Nation, Минды. Я считаю, что еще и Motion можно добавить к этому списку. Также можно посмотреть, надо играть таких команд. Как Ашер, которые в Старсерии играли. Старладдера. Ну да, они там особо высоко не поднялись, но играли ровно. Ну и 3D-шки, конечно же. 3D это, скажем такое, новое поколение. Которое растет. Мне кажется, в этом сезоне Старладдера они вообще без сомнения должны уничтожать. Возможно, даже сыграть сезон намного лучше, чем первый. С учетом того, что смена состава была перед лаун-финалами. Но они там, конечно, и Motion проиграли в финале лузеров. Было не очень хорошо. Пока что минус Аква у Экспресс. Тяжка на бету от Стейра. Там уже Энг стоит. И Минды атакуют в большинстве через мидл. Но это сплит Б, Скал Дома. Где Грей? Грей остался на А. Ну вот она, атака грамотная от Миндов. Грей открылся Стэшки. Это инфа. Зван минус Стейр. Все, пошли за Грейм. Грей просто здесь делает ноги. Как можно быстрее уходит в мидл. Потому что смысла здесь играть ровно нет. Ну а Энг удачно принимает с подъема. Минус 2 дает. Гранат. Еще Фрид. Минус Зван. 2 в 2. Ну Скал разменял. Но вот гранат какая залетела. Вот сейчас мог ошибиться на самом-то деле. Мэддук у нас вышел пока что со Стяшки. Грей, наверное, сейчас будет убегать обратно. Да-да-да. Грей падает. 35 хп. Играет под бетон. Он понимает, что надо ему здесь тиммейта спасать. Уходит от Мэдука. Ой, Мэдук. Умирает Фрид. Ну и 1 на 1. Скал. Фрид. Фрид идет у нас по винту. Простреливает дверь. Все, Скал понял его местонахождение. Ну, Скал зря, конечно, с бочку разбил. Фрид просто до конца не знал. Игра тут пиксель на пиксель. Стлеба. 8 хп. Фрид. Вау. 5-5. Просто сразу снесло всю каску. Ну не надо было политься. Вообще, я считаю, что здесь в этой ситуации, после того, когда Грей дал минус, ему надо было пытаться уйти по медлу. Если бы он ушел по медлу, то, скорее всего, у него бы получилось успеть еще добежать до альфа. Как бы, да, через мидл не алло, но его тиммейт мог бы контролировать совершенно спокойно последнего игрока защиты. Поставили бы бомбу на альфу и разыгрывал бы уже просто, имея в преимуществе кучу-кучу времени плюс бомбу. И оппонент бы просто занервничал. Заволновался, задергался, может. Но уверенность, такие расклады влияют. Тут попытка убить Тенга. Будет сейчас. Ну вот он прямо рядом-рядом-рядом стоял, Джонни спустился. Как видим, пытается сыграть аккуратно. Тенг все-таки идет чекать. Видел Джонни, да, пострелялись, пострелялись. Мы читали, мы писали, наши пальчики устали. Ох, 18 хп. Ну здесь просто Тенг на себя развел, дал гранату, открылся Джонни. В итоге сразу погиб. 4-5, в чистом преимуществе экспресс. Майнд, врыв улица. Заван минус, Заван обреет. Мэддук, размены, размены, размены на 3-2. И в преимуществе расстрелится экспресс. Фрид с двойки закрывает по коридору хорошо, плотно. Если бы не он, конечно. Если бы 2 убивали, было бы все по-другому. Ну а скалу здесь что остается? 1 в 3 вытаскивать. Ну тут скала сразу-сразу открылся. Стреляется с Энгом. Стэр приходит, хедшоты. Это 6-5 в пользу экспресс. Ой-ой-ой. Первая карта пока что нестабильна. Нестабильна уходит к экспрессам потихонечку. Скажем так, вода течет сейчас в их сторону. И с этим ничего нельзя поделать. Атака улица. Хитач, Заван, Грей, Тэшка, Скэл, Винд, Джонни. Но это быстрый сплита. Тут без замедления просто выходят. Стяжки уже обратно не будет. Единственное, что только Винд может развернуться. Но там Скэл уже пробился. Все, контроль плента есть. Нужна срочно улица, чтобы был перекрестный огонь. Фрид, Грей, Мэдук. Посмотрите, что делает. На него врывается игрок атаки. Он мажет. Фрид минус Джонни. Ну, Минды, ну как так? Сплитовали. Не смогли деф убить. Плент, Заван, Хэдшот. В Мэдука залетает. Катастрофические размены. Но ситуация 2 в 2. Все равно стэр подошел в упор. Он готов сейчас ворваться. Опс. Увидел Хитача. Увидел Хитача. И вот она, сладкая попа Хитача, Татэнга. И это 3-0 во второй половине. Безумное доминирование экспрессами в трех раундах. Чего не делали Минды. Если вы услышите шлепки, то это негатив рядом себя бьет по пятой точке, потому что он сейчас смотрит за этим матчем внимательно. Болеет за экспрессов. Он записался к ним в фан-клуб вообще. Круто это, круто. Хитач, проход улица Джо. И проход мост Джонни. Плюс Хитач в паре. Звено. Но это сплит уже. Как бы уже играли такую заготовочку, только оставляли Грея. В тэшке развлекаться. На этот раз Зван. Грей пойдет винт. Минус от Энга. Снова пока стабильно. Аква фраг. Энг минус 2. Джо не дал размен на Энга. Ну такой врыв-мидл, конечно, надо было изначально контролировать Миндам. Но они что-то здесь... Ну, они не смогли этого сделать. Неправильно поняли. Видимо ситуацию. Так, Миндук приходит на стяжку. Не дай... Вот это я и джамп, и вниз головой просто полетел. Отлично. Фрид минус Зван. Да, Минды, конечно, сейчас... ...как пушечное мясо бегают. Такое ощущение, что у них... ...на них надеты футболки. Убей меня. Здесь. Ну вот это что такое? Джонни, Фрид. Фриджот. Ну, Экспрессы будут давать жару. Ну что, Дефьюз бомбы. Всех убили, как бы. 4-0 во второй половине. Экспресс 8-5 пока что ведут. Три раунда преимущества есть. Слушайте, два раунда, и это матчпоинт. После матчпоинта у миндов начнется встряска. Скорее всего, будет, наверное, хорошее. Хорошее. Качественное. Прерывалово между картами у миндов. Обсуждать им придется очень много. А если быть точным, то нереально много. Фрид. В попытке приема скэла. Хитач, проход по мосту. Джонни чекает хитачу мост. Вот граната влетела прикольная. Еще бы, знаете, еще бы чуть-чуть попозже на секунду, и эта граната бы взорвала и машину, и хитача, и вообще пол моста бы отвалилась вот еще. Вот эти вот пол моста, где ограждение стоит просто бак. Как он вообще сломался, мне интересно. Ну, я просто не выкупаю. Как вот так можно мост вообще сломать? Какой-то, не знаю, шоколадный мост. Из пенопласта он сделан. По реке плывет кирпич деревянный, как стекло. Ну и пусть себе плывет. Нам не нужен пенопласт. Так. Минт. Ну, минды, посмотрите, прошли сейчас уже надаль. Там есть хитач пока что за БТР. Самое, что негативное, хитач играет сейчас плент. Надо было ему остаться и подождать, когда его тиммейтер сыграет на минуту. Джонни убрал Ленга все-таки. Скэлл готовится отрезать по винту, если что, быстро. Но здесь фигня в том, что Экспресс уже засчитали всю ситуацию. Скэлл минус 3. Все, винт пробит. Аква сейчас пойдет запирать. Скэлл минус 2. Грей, фраг, отлично. И старый последний. Когда я говорил, кстати, про миндов, я имел в виду, что надо доходить вот до этой тачки. То есть, когда доходишь до этой тачки, ты контролируешь здесь больше, чем здесь. То есть, ты еще можешь здесь мидл спалить. Да, у тебя шансов больше умереть, но с учетом того, что здесь вот отсюда было создано нереальное давление на перемычку, на подъем было сделано все очень-очень-очень здорово. Ну, у нас здесь начало миссии. 4-1 во второй половине. 6-8 счет. Ну, и увидим ли мы здесь серию сейчас еще из двух раундов от Майнд или не увидим. Делаем ставочки. Делаем ставочки. Вот кто-то из зрителей, не вижу ника точного, пишет, что тут пятмин. На самом деле, здесь тупки никакой нету. Просто фишка в том, что экспресс в ВВГ очень-очень-очень хорошо поставлен. Вот обратите внимание, Майнд. Они как играли его на старсерии, так и продолжают играть. То есть, с первого сезона. То есть, у них здесь прокиды, ничего. Но экспресс без прокидов играют на стяжках очень качественно. Они знают тайминг соперника, смотрели... Ну, реально, скорее всего, смотрели записи, смотрели видео. И от этого есть огромные бонусы. Главное просто делать выводы правильные. Скелл минус аква. Ну, тут опять Б, опять бомба Б. Мэдук здесь остался. Последний фриды забрали. Мэдуку здесь ничего толком как бы не светит. Это 8-7. Скажем так, Counter-Strike Health Score. Мэдук, конечно, всеми стараниями пытался разыграть в свою пользу. Но не хватило. Что поделать? Продолжаем наблюдать за матчем. Хитач. Мост. Джонни сразу тоже мост. А здесь вот уже пошел Стеер. Туда, читачок. Ой, не убил Джонни. Ставит хитшот. Энга сгоняет. Энг должен контрить. Здесь у кого-то слетела каска. Нет, это все-таки Стеера убили. Был звук. У Энга она осталась. Остается стоять за ящиком. Продолжает. Вот он думает, что сейчас ушли на мост. Но они ушли вниз. Если бы он сейчас пошел в Аркадий Мост, это был бы бонус. Но отдача медла это будет явно суровой ошибкой. Хотя нет, на медле есть Таква. Фрид фраг. Здесь разворот. И быстрый выход под Альф. Вот миндов качнули под Б. Все. Это серия. Это серия от Майнд. Дроп у команды. Экспресс. Ну, на ключевой стадии это нормально. Как бы не специально они это делали. Нет, акта заходит обратно. Видимо. Видимо, скорее всего, он просто... Либо там сменил гвайс, либо что-то докупил. Ну, такое бывает. Четыре в одного. Ну что, тут тэнк просто на раздача. Вот они 8-8, друзья. От Майнд. Все-таки. Все-таки. Все-таки 8-8. Неужели здесь тоже будет овертайм, как в четвертьфинале? Это было бы здорово. Это было бы здорово, друзья. Но пока не сейчас. Два раунда до победы каждой команды. Два раунда каждой команде до матчпоинта. Атака улица. Хитач Зван в паре. Ну, с предварительным пробросом. И изоляцией пространства на всякий случай. Подготовка улицы. Будут играть экспресс. Снова решили сыграть рассяун. Они уже просто... Вот отдав три раунда на Б, они начинают снова... Ну, два раунда, вернее, на Б. Один на А. Да, но там все равно с Б все начиналось. И они начинают уже экспериментировать. Вот позиция Энга мне не совсем ясна. Ему бы здесь сыграть агрессивный мидл, забрать скала, либо подойти хотя бы как-то к ящикам. Просто он сейчас может здесь скала не убить. Скал может удачно выйти. Очень удачно, я бы даже сказал. Ну, а тем временем здесь на А разворачивается вся ситуация. Идет атака по улице. Хитач плюс компания. Это Грей в связке. Спритом через Т-шку. Скал атакует винт. Фрит, если не отбивает, то это будет перекрестный огонь. При том, что очень жесткий. Так, Джонни спустился на винт. Фрит, в принципе, не аркадил. Но Фрит здесь на выжидание ждет. Меняет позицию. Скал минус Сенг. И попытка... Попытка выцепить винт. Ну, вот Фрит! Нет, Медук минус Хитач. Четыре в четыре. Винт не затирают по-прежнему. Грей открывается на А вместе с тиммейтом. Действует в паре против Медука. Это должен был быть минус Медук. Нет, все, перекрестный огонь здесь будет. Скал открылся. Эй, серия фрагов. Девять. Девять-восемь, друзья. Девять-восемь в пользу Майнд. Пока как-то очень уверенно играют минды. Не, вот если учесть то, что они вначале проигрывали, а потом собрались, это нереальное проявление инициативы и морали. Как бы ребята на характер крепкие. Но они там просто поняли ситуацию. Если они не возьмут два раунда подряд, то не собьют победоносный стиль команды Экспресс. Ну и открывает здесь все дело Скал. Минус Фрид. При том, что на винте. Хитач с гранатой минус Аква. Проброс А. Будет выход Медука. Тут прочла стяжка только закрытого. А именно с точки Б дают прокиды на улице. Хитач спасается с Зываном. От граната они, в принципе, отошли. С ТР на приеме здесь, как видим, с двойки. Прячется за дверью. Но будет здесь до последнего. На него идет врыв. Нет, это без шансов, друзья. Это 10-8. Майнд на нереальной. На нереальной. Вот собрали всего лишь кулак. И сейчас задали жару. Правда, Мэнтук здесь тоже готов дать жару. 3 в 2 ситуация. Мэнтук шьют. Он играет врыв. Китайщик останавливает его в спине. И первый матчпоинт за командой Майнд, друзья. 10-8. Они выигрывают первую карту в ВВГ. А дальше нас с вами ждет. Сейчас узнаем, что. Сейчас узнаем, что. Будет перерывом. 5 минут. Будет перерыва 5 минут. Ну и вторая карта. Это будет Мидтаун. Да. Но там либо Мид, либо Люкс. Значит, третья будет Люкс. Потому что Метро просто отсутствует. Запишем один матчпоинт команди Майнд. И, конечно же, я, Слэм, вернусь в студию StarLadder TV. Через 5 минут. И мы посмотрим вторую карту этого замечательного полуфинала. Асу Спринг, друзья, на кону. Все-таки много-много-много денег. Продолжение следует.